Добрый день, уважаемые телезрители! Это уже ваш округ. Почему мы здесь? Почему начинаем именно отсюда? Ну, это, во-первых, по номинованию самый маленький дом, имеется в виду по цифре. И реально нужно сказать, что сейчас благоустройству и на федеральном уровне, и на региональном уровне, и на местном уровне уделяется большое внимание и в плане финансирования, и в плане привлечения участия жителей. Поэтому все программы, которые в городе выполняем, это и программы по общегородски, по благоустройству дворовых территорий, это и по предложениям депутатов, вы знаете, мы предлагаем наши работы, советуюсь жителям включить бюджет, и бюджет их включает, выполняет и так далее. И есть программы региональные, в которых мы участвуем, они для активного вовлечения жителей в процесс благоустройства. Это программа поддержки местных инициатив, которая была, значит, и сейчас реализуется губернатором Лежгородской области. Вот, собственно, во дворах мы этим и занимаемся. Ну, что конкретно здесь было сделано? Хотя это была сделана проектная документация и было сделано вот уширение территории для стоянки автомобилей. Сейчас очень сложно сделать именно стоянку во дворах, потому что застройка старая и очень мало места, поэтому мы называем это уширением, но функционально это для стоянки автомобилей. Понятно. Ну, это то, что касается автомобилистов. А, скажем, для других категорий тех, кто еще не дорос до автомобилистов, это обычно говорят детские площадки, то есть то, что вот во дворах делается, да, детские площадки, мафы, там, пешеходные дорожки, лавочки, все это тоже, в принципе, у вас в приоритетах. Конечно, да. То, что не идет по таким глобальным программам, это магистральные улицы, магистральный тротуар, хотя мы по программе поддержки местных инициатив с соседним депутатом Кротом Андреем Михайловичем, значит, помогали жителям организовать вот тротуар, асфальтированные тротуары вдоль, значит, улицы Силкина, довольно большого, от Силкина 10-1 и до за дом торговли. Да, это был заметный проект. Ну, я знаю, что у вас в соседнем дворе уже Силкина 16, да, следующий по нумерации реализован достаточно большой комплекс работ, поэтому я всех приглашаю, пойдемте посмотрим, что там сделано. Мы сейчас во дворе Силкина 16, у нас за спиной достаточно красивый и яркий маф, большая горка. Александр Михайлович, вот я так понимаю, это тот самый пример реализации проекта поддержки местных инициатив? Да, это проект поддержки местных инициатив, в котором выступили жители. Я смотрю, здесь еще, в принципе, подобновилось кое-что, я жил в этом дворе, знаю, да, какой он был, какой он сейчас становится уже, можно сказать. Вот, появились новые дорожки, я так понимаю, освещение, значит, и главный вопрос, а сколько всего в этот двор было вложено? Ну, я думаю, что порядка нескольких миллионов рублей. Нескольких миллионов? Да, это несколько миллионов рублей, и нужно сказать правильно, что вот дорожно, такие транспорт, пешеходные дорожки тоже здесь благоустроены, нам осталось только одно, мы планируем это на 20-й год, и что именно такого нового, как бы, который бросается в глаза, это, конечно, освещение, вот в этих территориях это тоже было сделано по программе поддержки местных инициатив, такие вот красивые фонари, которые, ну, и глаз радуют, и безопасность для передвижения пешеходов. Это и в этом дворе силки на 14-16, и это вот во дворе, где монолитный домашний. Ну, мы сейчас туда еще дойдем, но вот все-таки принципиально, да, вот та программа, о которой мы заявляли на выборах, это миллион в каждый двор, она, в принципе, реализуема, и на практике оно и существует. Ну, я думаю, да, конечно, здесь есть нюанс в том, что, например, у меня на округе три больших двора, и когда вкладываешь три больших двора, ну, я посчитал, например, уже больше десяти миллионов рублей вложено за, вот, за эти пять лет, почти за пять лет. Конечно, есть округа, где много таких маленьких домов, там, улицы Гагарина и так далее, где много дворов, там сложнее, но, в принципе, достаточное количество финансирования по различным программам депутатами вложено в обустройство дворовых территорий. Мы пришли в двор Шверника 43, уже получается 43, 45, 39, 41, это все один большой такой, будем говорить, микрорайон монолитных домов. Александр Михайлович, что вот в этом году было сделано, и вообще, как жители что просят, что делается? Да, двор довольно большой, и в этом году упор сделан был по программе местных инициатив на освещение. Во-первых, это освещение двора, и, во-вторых, это освещение, которое требуется для детского сада, который внутри вот этих монолитных домов. Да, на наш взгляд, очень красивый проект, санитированный с жителями, надо отдать должное инициатору проекта, Комарова Ирине Васильевне, которая живет вот в этом доме из Шверника 43, и ее, как бы, под ее руководством старшие по домам, и Шверника 47, и Шверника 45, и Шверника 39, и 41. И вот такая инициативная группа, вот, как бы, удалось сделать, и уже фонари горят, и очень красиво в этом смысле. И еще ряд работ был сделан в этом году, это вот песочница для детей, тоже такая симпатичная. И вот, если посмотреть дальше, около дворей Шверника 41 было сделано, несколько игровых таких детских качельки и так далее, но в планах по программе поддержки местных инициатив на 2020 год стоит сделать хороший игровой детский большой комплекс. И я так понимаю, что это достаточно большой проект, сумма порядка 2,5 миллионов рублей он стоил. Вообще, как жители, вот, с точки зрения взноса? Потому что я знаю, что ППМИ, это в том числе вклад жителей финансов. Да, и в этом смысле нужно отдать должное правительству области, губернатору. Львиная доля расходов по программе поддержки местных инициатив ложится на федеральный бюджет, на региональный бюджет. Да, часть ложится на местный бюджет. Поблагодарить нужно спонсоров. Это дочерняя компания Росатома выступила спонсором проектов поддержки местных инициатив по нашему городу. И определенное количество средств было собрано жителями. То есть здесь такой симбиоз получается областных денег, местных, в том числе при поддержке госкорпорации. И все это вместе с жителями, и по их первую очередь инициативе реализуется. Поэтому, друзья, мы вас приглашаем. Активнее участвуйте в таких программах, активнее занимайтесь в оппозицию. Общайтесь с своими депутатами, привлекайте их к этой работе. И, возможно, у вас появится такое же благоустройство. А следующий адрес у нас, куда мы? Силкина 24. Все, пойдемте. Фонари, вот видите, какие яркие. Я говорю, Юрий Иванович, тебе не надо свет включать, очки искать и часы. Теперь у него светло-светло в комнате. Хорошо. Так что у нас экономия. И вдоль дома Шеверника 39 в этом году мы сделали дорожку, правильно отремонтировали. Как она? Качественная? Да, да, да. Все нормально теперь. Мы, говорим, вышли, как будто ее прям вообще не лили, водники не нужны. Отличный дорог. Да, вчера дождь был такой. Такой дождик был. Все хорошо. Ну ладно, спасибо за устройство. Все, взаимно, взаимно. Александр Михайлович, мы, можно сказать, дошли с одного края округа, Силкина 12А, до другого края. Это Силкин 24. Перед нами седьмая школа. И, ну, раз уж мы сюда пришли, то что было сделано здесь? Да, здесь был сделан комплексный ремонт двора, именно проездов, дорожек и так далее. Почему? Потому что этому выделяется еще большое внимание. Мы уделяем, потому что здесь рядом школа и детский сад. И подвозят родителей детей на машинах и сюда, и в детский сад, который должен вот быть сдан 44-й к концу этого года после капитального ремонта. Это тоже радует. И в школу, поэтому и уширение здесь сделано для автомобилей, и уширение вот с торца северного дома Силкин 24, и дополнительные парковочные места около детского сада. В заключении наш традиционный вопрос, мой традиционный вопрос всем, кто приходит ко мне в передачу, это собираетесь ли вы баллотироваться на следующих выборах? Ну, я традиционно отвечаю на этот вопрос, я уже давно в депутатах. Я отвечаю так, если жители окажут доверие, то будем баллотироваться, если не окажут, то не будем. Друзья, это была программа «Городской дозор», ваш депутат, совместный проект канала 16-ти городской думы. Сегодня мы гуляли по округу номер 33 с депутатом по этому округу Александра Михайловича Тихонова, главой города. Ну, а мы с вами увидимся в следующий раз. До встречи и до свидания. До свидания.